Смотрите, я случайно, случайно, случайно на сайте московского правительства, я не хожу случайно на сайт московского правительства, просто где-то в комментах увидел ссылку о том, что подписано уже распоряжение о реконструкции и строительстве 230 квадратных метров жилья, тысяч. А при том, что вот предыдущая вот эта движуха, которая была в прошлом январе, когда вот собирались общественные советы, Ксения Собчак пикеты устраивала, они сейчас платят про 70, а сейчас 230, и оно уже подписано. Я долго тоже примерно как с вами договаривалась о встрече с Эриком Ванагиратом, потому что тоже не публично, не афишируя, он с 2006 года является вечным консультантом Артема Кузнецова. В общем, я договорилась с Эриком Встречей, в прошлой пятницу мы с ним встретились, и он просто прочел мне лекцию минут на 45 о самоотношении к редевелопменту исторических зон, и в общем, ну, практически не было ни одного слова, которым я хотелось бы там оскорить. Но я говорю, а как же вот с этим постановлением по поводу сносов и квадратных метров? Он говорит, ну, это большое достижение, это значит, что город таким образом демонстрирует, что он доверяет девелоперам и просто как бы определяет коридор возможностей, в котором девелопер с его точки зрения города не будет делать ничего плохого. Вопрос на самом деле исключается в том, что тут могло бы быть, да, как лучше этим местом распорядиться построить здесь, и это вопрос прежде всего к городу, а не к девелоперу. Город, фактически согласившись с тем, что здесь может быть построено 230 тысяч квадратных метров жилья, говорит, у меня у города никакой лучшей идеи по поводу того, что здесь могло бы быть, кроме как застроить это самым дорогим жильем в России, нету, вот мне больше ничего в голову не приходит. Это, мне кажется, позиция недалекая, наивная и так далее. Не так много в Москве есть, ну, настолько выигрышных, уникальных там и так далее мест. Это в любом случае будет нечто для богатых или для небедных, скажем так, в городе, где и так все с этим в порядке, вот. И, ну, наверное, тут произойдет в лучшем случае какая-нибудь такая имитация московского представления о европейской жизни, да, которая теперь уже не требует выжженной пустыни и колючей проволоки, а вполне предполагает наличие каких-то пешеходов и доступности снаружи. Это наилучший сценарий. Мне просто кажется, что это, в принципе, невероятно бездарно. В идеале, конечно, здесь должны были бы быть музеи и какие-то, какие-то вот такие культурно-околокультурные места, то есть нечто вроде, там, не знаю, музейного острова в Берлине, только поживее. Это прямо вот сделано для этого. Правильно было бы городу это выкупить или как-то еще договориться с девелоперами или ввести сюда какие-то обременения и, конечно, по возможности сохранить ту старую застройку, которая здесь существует. Хотя, конечно, все это нуждается в реконструкции, изменениях, адаптации и так далее. Ну, вот Илья сказал очень важную вещь про то, насколько равнодушно смотрит на этот город, на то, что тут происходит и что тут может происходить. То, что вы рассказываете про Эгерата, допустим, ну, как минимум свидетельствует о том, что где-то сидят какие-то ученые мужи и подают барину разнообразные просвещенные советы. Но при этом, ну, как бы ни барин, ни ученые мужи не пытаются как-то хотя бы рассказать об этом людям, которые здесь фактически живут. И от этих советов зависит, будут они продолжать здесь жить или они выметутся отсюда поганой метлой или что-то. Это все про них в каком-то смысле, а не только про дома и про капитализацию. И за те годы, которые существуют в этом месте и в которых существует эта комьюнити, по сути, собственник довольно мало что сделал, чтобы этим людям стало здесь удобно. То есть, да, это прекрасное место и дорогое сердце многих из нас. Только здесь невозможно ни пройти, ни проехать, ни припарковаться, ни постоянно почему-то там, где можно, возникают какие-то противотанковые ежи и надолбы, сквозь которые надо, ну, как бы продираться, как будто ты, не знаю, штурмуешь какую-то укрепленную крепость. Почему-то вот речь идет о какой-то такой отдаленной возможности все это преобразовать и, как бы, повысить капитализацию и сделать все, как у людей. При этом, ну, как бы, вот, right now сделать хоть что-то, как у людей, хоть что-то, что находится не в собственности там Стрелки или Клуба Рай, а вот, как бы, между ними, вот, какой-то, прости господи, общественное, вот это нехитрое пространство, тротуары, да, вот этого почему-то так и не произошло. Вот, но никакого, ну, как бы, вот, общественного интереса в подлинном смысле слова и какого-то агента, который мог бы его выражать и отстаивать его не... Была бы некоторая общественная воля на этот предмет, то можно было бы с властями разговаривать. Была бы общественная воля, она бы довела до власти, власти бы чего-нибудь хотели от девелопера. Ну и потом есть просвещенный девелопер, который любит там Берлин или Южный берег Тензи. Завтра он сломал ногу, на его место оказался девелопер, который любит Сочи. И чего? А нам тут жить!